Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о седьмой главе книги пророка Захария. Здесь уже на смену видениям пророка приходит некоторый вопрос, который ему задают соплеменники. Он же пророк, он же знает волю Божью и с недоумением, с вопросом, к кому обратиться. Вот некий человек посылает людей к пророку спросить у священников, помолиться перед лицем Господа в Иерусалиме, спросить у священников и у пророков, говоря, постится ли мне в пятый месяц, как я делал это уже много лет. Дело в том, что в день разрушения храма, в день разрушения Иерусалима, этот день стал днем поста, днем скорби, еще в начале плена, временем, когда иудеи скорбели о своих грехах, каялись, плакали, просили у Бога милосердия, вот в память о разрушении храма и Иерусалима. Ну, вероятно, ожидая, что теперь, когда Иерусалим снова начинает отстраиваться, храм начинает восстанавливаться, надо ли соблюдать это, надо ли поститься? Ну, можно ведь вполне себе представить ответ так, что все, не надо, уже все заселили, уже все возродилось, да, или там наоборот, хоть и возродилось, но в память о тех, кто погиб, и о том, что погибло, надо. Но, как это нередко бывает, Бог отвечает перпендикулярно и той, и другой позиции. Было к Захарии слово Господа Саваофа, который говорит, скажи всему народу и священникам так, когда вы постились и плакали, в пятом, седьмом месяце, 70 лет, для меня ли вы постились? Неожиданная постановка вопроса. Помните, как у Исаии в 58 главе? Почему мы постимся, а ты не видишь? Здесь Бог спрашивает людей, вы это для меня делаете? Что мне от этого? Что по-настоящему мне важно, чтобы вы воздерживались от чего? Для меня ли вы постились? И когда вы едите, и когда пьете, вы это для меня или для себя делаете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен? Вот это слово Божье связывает вопрос о посте в память о гибели Иерусалима и храма с вообще дискурсом о соотношении внешнего благочестия и морали, и поступков людей по отношению друг к другу. Бог говорит, ну какая вообще сейчас уже разница, потому что вообще не про это пост, не это то, что нужно делать для Бога, а что-то другое, что-то другое. Не формальные правила благочестия, которые ты можешь соблюдать или ты можешь отвергнуть, и то, и другое ничего не поменяет в твоих отношениях с Богом. Что-то другое говорит Господь. Дальше смотрим. И вот было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. Тогда это перед пленом. Производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. То, что угодно Богу, это не пост или его отсутствие. Бог вообще не про это. А производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание к брату своему. Вдовы, сироты, пришельцы, бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших. Вот что ожидал Бог до плена, отказ от чего привел к плену, и что по-прежнему, по-настоящему важно после плена, а не вот эти вот поститься или не поститься в такие дни. Господь говорит, они в смысле предки нынешнего поколения не захотели внимать, отвратились от меня и уши свои отяготились, чтобы не слышать, сердце свое окаменили. Вот они отвратились от меня и не стали слушать. За это постиг их гнев Господа Саваофа. И поскольку он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слышал. Говорит Господь. Оказывается, вот посмотрите, эта драма в отношениях Бога и народа Божьего, вот как здесь представлено. Бог обращался и говорил, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание к брату своему, вдовы, сироты, пришельцы, бедного не притесняйте. Они не слышали. Бог говорит, ну тогда и я не слышу то, что они говорят. Тогда и Бог не слышит, что говорят люди. Когда мы производим суд несправедливый, когда мы не оказываем милости и сострадание братьям, ближним, дальним, вот, да, где бы они ни находились. Когда мы притесняем беззащитных, чужеземцев, бедных, Бог не слышит. Мы можем там умолиться, понимаете? Заставить дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Молебнами о даровании чего-нибудь просто прям сотрясать воздух весь на всей планете. а Бог не услышит. И вот это надо запомнить. Это надо понять. Не бывает так, что мы живем, как свора жлобов, поступаем, как банда насильников и убийц и ожидаем, что Бог нас услышит. Вот он прямо сказал, нет, не услышу. Не услышу. Невозможно не оказывать милости, сострадания и надеяться на то, что Бог услышит. Это, знаете, самое суровое в этих словах Бога то, что это правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...